Фестиваль колокольного звона «Слава тебе Боже!» в честь Дня Крещения Руси объединил в единовременном перезвоне более ста городов из различных стран, в том числе России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. В общем, в хоре международного фестиваля впервые прозвучали колокола Уржумского Свято-Троицкого храма Вятской епархии. Подробности в сюжете, подготовленном пресс-службой епархии совместно с Кировским областным киноклубом. Колокольный звон разливается над Уржумской землей Увятского края целый день. Звонят на колокольня Троицкого храма, подхватывают многоголосые переливы колокольчики поменьше на площадке в горсаду. В День Крещения Руси, в День памяти святого благоверного князя Владимира, в рамках российско-украинской акции «Слава тебе Боже!» в Уржумском благочине Увятской епархии состоялся фестиваль колокольного звона. Идея этого праздника у нас возникла, когда часть наших звонарей ездила на епархиальный фестиваль колокольного звона, который проводится 24 мая, День памяти Кирилла и Мефодия. И люди, узнав об этом празднике, сказали, а как было бы хорошо и нам самим в этом празднике поучаствовать. И прочитав в интернете, что на Украине есть такая традиция, которая зародилась в последнее время в День Крещения Руси, проводить праздник колокольного звона, мы решили, что делать его у нас. 12 звонарей из Кирова и области съехались в Уржум, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Праздничные, пасхальные, поминальные и даже чечеточные звоны услышали зрители и гости праздника в этот день. И не только услышали, но и смогли сами попробовать себя в роли звонарей. Мастер-классы были проведены для всех желающих, а лучшие смогли подняться на главную колокольню Уржума и позвонить в настоящие колокола. Любимый звон Алены Ивановой – Валаамский. Его, как и многую другую информацию, в том числе и для своей профессиональной деятельности, Алена черпает в интернете. Алена считает, что самое главное – желание звонить. Важное чувство ритма, конечно, ну и, наверное, слухом помогает, но ни наличие музыкального образования, ни слуха, ни даже отсутствие чувства ритма, мне кажется, не может этому препятствовать. Если есть желание звонить, можно и чувство ритма в себе выработать. Свои чувства, которые испытала Алена, впервые попав на колокольню, ей трудно описать словами. Это было самое сильное чувство по сравнению, ну, наверное, с рождениями детей. Вот после этого у меня были наиболее вот такие эмоции, которые после рождения своих детей я не испытывала. Это было, это как, ну, просто бушевало все. Это здорово. И это не проходит. Каждый раз, когда я поднимаюсь, это снова и снова происходит. Звонари говорят, когда на колокольне появляется колокол, храм обретает свой голос. Как бы хотелось, чтобы православие в России и дальше обретало былое величие своего многоголосия. Субтитры создавал DimaTorzok